Дальше ситуацию мы на перерыв уж ты не договорили, на вопросы тоже не ответил наш уважаемый министр финансов. Вопросы, которые стояли, очень важный вопрос, на который крыльцы хотели мы ответить на организацию. Первым я хочу людям, народу нашему объяснить, почему вы в первом чтении проголосовали за бюджет, не потому что мы с ним согласны, не потому что мы хотели такой бюджет принимать. Я его лично считаю, и многие здесь сидящие, после преступления нашего председателя комитета по бюджету Натальи Викторовна, много там аргументации, есть экспертное мнение, еще материалы правдивую прокуратуру, не дождавшихся. Их мы приняли в первом чтении бюджета, я уверен в том, что в таком виде бюджет ни в коем случае не должен приниматься, но у нас остается возможность до окончания наших полномочий, еще как-то его исправить, если такую возможность нам предоставят. И поэтому хочу сказать всем, даже тем людям, которые будут переизбраны, если ситуация такая будет, что новый состав парламента будет голосовать за этот бюджет, хочу призвать их тоже тщательно изучить этот бюджет, так как в этом бюджете заложено очень много личных интересов, высокопоставленных чиновников в лице руководителей правительства, там ярко, отчетливо видно эти интересы, за них мы еще раз у нас возможность будет сказать. Я хочу сказать о том, что бюджет должен быть хотя бы на 50% для того, чтобы что-то улучшить, какую-то жизнь нашим гражданам. И в этом бюджете нет ни одного процента, кроме зарплат. Все остальные расходы являются личными интересами наших чиновников. И поэтому призываю всех коллег наших депутатов после Нового года по новой сесть, проработать, внести в него изменения и как-то попытаться улучшить жизнь наших граждан. Бюджет очень важно.